Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, гости. Очень рад вас видеть со многими, лично знаком. Где-то проводил обучение, где-то презентацию. Поэтому сегодня прям такой вот очень близкий и теплый круг. Я не буду рассказывать презентацию, я буду рассказывать просто про МФС, как близким друзьям, товарищам. И моя миссия сегодня — рассказать про механизм действия. Мужчина, я сегодня один, поэтому всю физику передали мне. Я расскажу эту сложную физику простыми словами. Как это работает, зачем это нужно и что вообще происходит в тканях. В аппликаторах, которые используются в аппарате, две энергии. Одна из них — это синхронизированный RF, другая — технология Hi-Face. Они работают одномоментно. И в этом очень важный принципиальный смысл данной методики. Мы разберем каждую энергию по отдельности, соединим, получим аппарат МФС. И что будет делать в тканях, я тоже, конечно, расскажу. Итак, первая энергия — это синхронизированный RF. То есть радиочастотное воздействие, радиофрекенсии. Это все синонимы одного и того же. Методика, которая в эстетике много-много-много лет. И все ее механизмы, они очень ясны, понятны, все эффекты прогнозируемы. Методика очень много потерпевала изменений. Монополярный, биполярный, игольчатый RF. Есть RF с инфракрасным воздействием, с магнитной стимуляцией. То есть много модификаций. Энергия ее можно назвать золотым стандартом в эстетике. Поэтому она здесь используется. Это монополярный RF. И мы будем нагревать все слои нашей кожи. Будем нагревать подкожевую клетчатку и мышцы до определенной температуры. Что нам нужно получить? В дермальном слое мы достигаем температуру 40-42. Именно она запустит синтез нового коллагена. Это нам дает повышение плотности кожи, повышает упругость наших тканей, работает с морщинами на их уменьшение и дает лифтинг эффект. Стандартные эффекты, которые мы ожидаем от RF-воздействия. Мы идем дальше. От дермального слоя мы спускаемся ниже. Слой подкожевой клетчатки. Изначально, когда аппарат появился, было два аппликатора. Это для щек и для области лба. Затем появился аппликатор с субментом, работающий с нижней трети лица. И вот в средней трети лица и в области лба температура в подкожевой клетчатке до 42. То есть да, мы нагреваем этот слой, но как-то его видоизменять задача абсолютно не стоит. Потому что мы понимаем, что жировая ткань – это как подушка безопасности. И при скелетизации лица она будет давать определенные объемы. Поэтому не нужно колоть липолитики в лицо. Не нужно удалять комкибеша. Все эти этапы уже проходили в свое время, получили негативный опыт. Поэтому жировой ткань нужно работать очень деликатно. И здесь температура воздействия до 42 градусов, которая апптос не вызывает. Но в подкожевой клетчатке мы помним, что есть ретинакулиум кутис. То есть это коллагеновые перемычки. Поэтому воздействием именно на ретинакулиум кутис мы опять же получаем дополнительный лифтинг эффект. Спускаемся еще ниже. Слой смаз. Температура воздействия аналогично, где в нормальном слое мы запускаем синтез коллагена, будет давать лифтинг эффект. И мы достигаем мышечного слоя. Температура в этом слое где-то будет 39,5 градусов до 40, возможно. И это необходимо, потому что происходит дополнительный выброс белков теплового шока. И при работе аппарата M-Sculpt Neo уже было доказано, что когда разогретая, она лучше откликается на стимуляцию током. То есть деление миоядер происходит намного интенсивнее, намного активнее. Поэтому мышцы нагревать в данном случае необходимо. В аппарате есть система контроля потока энергии. Так как это монополярная методика, аппарат считывает, как быстро проходит ток от активного аппликатора к пассивному. И в зависимости от этого, в зависимости от степени гидротации тканей, то есть насколько кожа увлажненная или нет, он подает определенную выходную энергию. И, конечно, аппарат может немного ее подрегулировать, что тоже очень важно. Ведь процедура длится 20 минут, и в течение 20 минут энергия подается постоянно. То есть важно, чтобы ткани, с одной стороны, получили необходимую энергию, а с другой стороны, чтобы не было перегревания тканей. Конечно, все исследования они проводились. У аппарата имеется одобрение FDA, то есть методика, помимо того, что она эффективная, она безопасная. И это имеет определенное подтверждение. На графике перед вами температура в определенных слоях кожи. Обратите внимание, что буквально на первой-второй минуте температура достигает целевых значений. То есть мы очень быстро запускаем необходимые нам эффекты. И в нормальном слое T42, в подкожевой клетчатке до 42, и в мышечном 39-40 градусов по Цельсию. Это была радиочастотная энергия. Другая энергия – это технологии HiFES. HiFES – аббревиатура. Переводится как высокоинтенсивная фокусированная электрическая стимуляция или электрическое поле. И если вспомнить механизм сокращения наших мышц, то при возникновении импульса, который мы посылаем от головного мозга, он проходит по двигательным нейронам. На окончании нервного волокна возникают процессы депарализации. То есть меняется заряд на мембране клетки от плюса на минуса, наоборот, многократно. И импульс от нервного волокна приходит к мышце. И мышца сокращается. Затем она расслабляется. Если же говорить применимо к аппарату M-FACE, то мы минуем головной мозг, мы наклеили аппликаторы, создаем те же процессы депарализации, только импульс в разы работает интенсивнее. Сокращения называются супрамаксимальными, чтобы запустить активное деление миоядер, чтобы повысить плотность мышечного волокна. Аппарат работает последовательно. Есть определенный цикл. В этом цикле несколько этапов. Наклеили мы аппликаторы. Сначала сокращается лоб. Затем стимулируются лоб и щеки. Затем только щеки. И наступает пауза. Это вот один цикл. И таких циклов за 20 минут 125 штук. Постепенно интенсивность все более и более нарастает. Если в начале терапии мы выставляем RF-энергию сразу на 100%, хайфэс прибавляем постепенно. Вот не так много методик, где мы ориентируемся на ощущения пациента. Это было в МСКАЛПТ. То есть мы стараемся дойти до максимума до 100%. И это же реализовано в МФЭЙС. То есть мы стараемся поставить технологию хайфэс максимальный параметр 100%. Но чтобы это не было дискомфортно, чтобы не было болезненных ощущений, чтобы у пациента не сводило мышцы. Потому что у всех очень разный отклик на стимуляцию током. И постепенно интенсивность будет увеличиваться. Мы стараемся дойти до 100%. Пару слов я скажу, почему была взята другая энергия, отличная от технологии хайфэм, реализованной в аппарате МСКАЛПТ. Магнитное поле, реализованное в аппарате МСКАЛПТ, оно работает на большую глубину. Если взять большие аппликаторы, то глубина проникновения магнитного поля 5-6 сантиметров. Если мы возьмем магнитное поле в МСЛе, это 10-11 сантиметров. Если бы технологию хайфэм применяли в области лица, где бы эти 10 сантиметров были? Поэтому нужна была другая энергия. Абсолютно. Технология хайфэс, она работает поверхностно. С мелкими, деликатными, мимическими мышцами. Следующий момент. Магнитная стимуляция хайфэм, она захватывает большой диаметр воздействия. Допустим, когда мы поставили аппликатор на область ягодиц, мы прорабатываем и большую, и малую, и средние ягодичные мышцы. Если бы мы использовали это в области лица, мы бы захватывали и леваторы, и депрессоры. Опять же, это нецелесообразно. Другая энергия, чтобы поработать именно с мышцами меньшего размера, которые располагаются более поверхностно, и работать именно таргетно. Почему? Фейс-фитнес имеет негативные проявления. Невозможно самостоятельно выделить определенную мышцу. Поэтому, когда проводят упражнения, а, конечно, я думаю, что все их видели в социальных сетях, в интернете, где и круговая мышца рта активируется, и вот при ветке сетные морщины, где активируется дао, мышца опускающего горта. Конечно, фейс-фитнес – это не то, что даст положительный эффект везде. В данном случае мы работаем только с мышцами-элеваторами. И технология Hi-Fest помогает это сделать. Итак, две технологии работают одномоментно, подаются на аппликатор. И в аппликаторе есть определенные инженерные решения. Потому что анатомически, что мы знаем? Вот, допустим, аппликатор для области лба. В центральной части есть разные сегменты. И в центральной части подается только радиочастотное воздействие. Вспоминая кадавр курса, мы понимаем, что процерус – это мышца гордецов в области глобелы, в области межбровья. Она может иметь иногда высокое расположение и крепиться к лобной мышце. И вот если бы в центральной части подавалась две энергии, то Hi-Fest стимулировал бы напрямую и леватор, и депрессор. Что нелогично. Поэтому в центральной части РФ воздействия здесь работаем на синтез коллагена, уменьшаем морщины. А вот в боковых отделах уже две энергии – и Hi-Fest, и РФ. И Hi-Fest, работая в боковых отделах, повышает именно тонус. То есть нет задачи накачать лобную мышцу. Хотя небольшая гипертрофия по исследованию все-таки будет минимальная. Задача – повысить плотность мышечного локна. И когда мы повысили плотность, мы увеличили тонус, и мы обеспечиваем элевацию кончика брови и при поднятии верхнего века. Это может для пациентов консервативно отодвинуть, данная методика консервативно работающая, отодвинуть поход к пластическому хирургу. И это комфортные ощущения. Те, кто пробовал терапию, здесь как минимум нет болезненных ощущений, а большинство отмечает, что это приятная процедура. У нас одна коллега, она сравнила с массажером, который на голову используют, от которого мурашки бегут по области лба, по затылку. Она сравнила M-Face с данным тренажером. Поэтому в боковых отделах работают две энергии. Ну и РФ, соответственно, стимулирует синтез коллагена. Работаем через височную ветвь лицевого нерва и стимулируем лобное брюшко, затылочно-лобные мышцы, приподнимая кончик брови. Средний третий лица в области щек. Также есть разные сегменты, где подается разная энергия. В краевом отделе, который подходит ближе к уголку рта, подается только РФ-воздействие. Потому что в этой проекции у нас находится анатомическое образование модиолус. Я уже посмотрел в презентацию у Яны Александровны, поэтому здесь я останавливаться не буду. Но здесь плетаются и депрессоры-элеваторы. То есть в этой проекции стимулировать напрямую мышцы было бы нецелесообразно. А вот уже в дистальных отделах, то есть в проекции большой скуловой мышцы, малой скуловой мышцы подается две энергии и повышается именно тонус мышечного волокна. Следующий доклад после меня – это будет видеопрезентация нашего известного профессора, анатома Себастьяна Катафана, где он подробно расскажет, почему нужно работать с мышечным волокном. Итак, эти две энергии – они хайфэс. Хайфэс стимулирует скуловую ветвь щечную, ветвь лицевого нерва, работая именно с большой скуловой мышцей, малой скуловой мышцей, и мышцы смеха – мускулес резориус. Особенность мимических мышц в том, что они начинаются от кости, одна точка крепления, и пронизывая, по сути, все слоя кожи, крепятся к верхним слоям. Поэтому, повышая тонус именно мышц элеватора, мы придаем лифтинг эффект и приподнимаем все слои вышележащей ткани. Что очень, конечно, принципиально важно. Не так давно появился аппликатор Субментум. Он имеет также свои определенные конструктивные особенности. У нас будет отдельная презентация по данному аппликатору, поэтому также я про него много не рассказываю. Буквально в двух словах. В боковых отделах мы работаем только током высокой частоты. Только запускаем синтез коллагена. Потому что в этой проекции у нас уже платизма, являющаяся депрессорной мышцей, и, соответственно, ее стимулировать смысла абсолютно никакого не имеет. А в центральной части, где у нас двубрюшная мышца, там уже необходима технология Hi-Fest. И Алена Николаевна об этом подробно расскажет. Как можно проводить методику? Есть несколько вариантов. Если у пациента запрос поработает только с одной зоной, пожалуйста, можем ее сделать. Субментум аппликатор появился, зона востребованная, пациентам стараются ее существенно улучшить, и запросы есть. И методики, да, конечно, у нас есть работающие с этой зоной, но всегда хотелось бы получить что-то лучшее. Можно сделать одну зону, можно сделать две зоны. Если пациент хочет сделать три зоны, то есть и лоб, и щеки, и субментум, необходимо на это время будет потратить 40 минут. Потому что мы делаем две зоны за 20 минут, и потом еще одну дополнительную, также 20 минут. Рекомендуется делать четыре сеанса. Все исследования, они базируются именно на этом количестве процедур. И интервал средний один раз в 5-7 дней. У пациента после проведения терапии наблюдается легкая гипермия. Она едва заметная. Обычно проходит за 15-20 минут, в редких случаях до нескольких часов. Есть определенные границы, где мы клеим аппликаторы. Мы не заходим на волосистую часть головы, работая в области щек. Если это мужчины, они должны быть гладко выбриты. То есть на щетину тоже нельзя наклеивать, потому что будет меняться проводимость. И в чем еще есть большой плюс, с чем мы тоже уже столкнулись. В области лба и в области щек у нас два размера аппликаторов. Иногда пациент имеет низкий лоб. И стандартный первый размер аппликаторов, который был, он заходит уже на волосистую часть головы, либо на брови. Нельзя проводить терапию. Поэтому другой вид аппликаторов, более узкий, он позволяет поработать с любым лбом. И иногда бывают пациентки с такими миниатюрными худенькими лицами, где стандартный аппликатор у них будет идти от круговой мышцы глаза и заканчиваться массетером, жевательной мышцей. Поэтому есть малый вид аппликаторов, позволяющий поработать с любым абсолютно пациентом. Субмент он имеет всего лишь один размер. В средней трети лица тоже есть определенные ориентиры, чтобы мы работали именно с мышцами-леваторами. И так как это методика монополярного воздействия, есть пассивный электрод, который мы наклеиваем на тело. В аппарате имеется датчик, отображенный вот внизу. Он показывает степень контакта пассивного электрода. То есть если пациент вспотел, а мы приклеили ему аппликатор, либо наклеили как-то криво, косо, неправильно, аппарат об этом сигнализирует. Если контакт будет совершенно плохой, он показывает красное деление и не запустит терапию. Машина с искусственным интеллектом. В аппарате на дисплее, когда мы уже запускаем терапию, когда подключили аппликаторы, подключенные аппликаторы отображаются зеленым цветом. Мы можем регулировать интенсивность на каждый вид аппликатора. А в области лба я могу регулировать интенсивность на каждой половинке. То есть если у пациентки имеется патазирование больше с одной стороны, мы добавляем энергию именно в эту проблемную зону и пытаемся, и нам немного это удается, выровнять асимметрию. И в рамках этого хочу показать еще один кейс, который опубликован уже международно. Это журнал «Эстетика» 2023 год. Пациентка с порезом лицевого нерва после хирургического вмешательства. Вот такая вот картина получилась. Ей через определенное время инициировали ботулотоксин. То есть вторая фотография – это после введения токсина. В журнале описаны дозировки. И через 4 месяца после инициирования токсина ей провели процедуру на аппарате MFACE. Лицо стало еще более симметричным, еще более гармоничным внешне. Поэтому, коллеги, на настоящий момент, конечно, MFACE имеет только эстетические показания. Но понимая физику воздействия, как это работает в тканях, я думаю, что у MFACE очень большое будущее. Спасибо за внимание.